Здравствуйте уважаемые садоводы и огородники. Меня зовут Русский Хыван и я хочу вам представить такой очень простой калькулятор доз удобрений для проведения корневых подкормок. И сделал я его на примере томата, но на самом деле он годится для любых растений. Дело в том, что разнообразие форм минеральных удобрений очень большое. Есть различные удобрения, комбинированные, простые, с различными дозами действующих веществ. И когда мы даем рекомендации по подкормкам, не всегда четко и ясно понятно, сколько какого удобрения брать, как смешивать и сколько потом его вносить. На самом деле все очень просто, но просто нужно немножечко посчитать, рассчитать. Дело в том, что различные формы удобрений обладают разным содержанием действующего вещества, разным количеством в определенном объеме. Но в быту проще всего пользоваться такой стандартной столовой ложкой. Столовая ложка подразумевается без горки. Ну или такой небольшой горкой, но небольшой горкой. Основными источниками питания, элементами питания являются азот, фосфор и калий. Соответственно о них мы и поговорим. На самом деле сюда можно добавить и другие строчки, но пока наиболее актуальны являются именно эти. Если говорить о томате во второй половине вегетации, то наиболее выгодными, наиболее удобными удобрениями являются аммонийные удобрения или же амидные, то есть мочевина. Почему сульфат аммония не в лучшую форму удобрения в этот период? Ну потому что он довольно сильно подкисляет почву, он является физиологически и химически кислым удобрением. И в период образования плодов не так хорошо, может быть резко менять кислотность почвы, поэтому на всякий случай лучше им не пользоваться. Поэтому мочевина является удобрением выбора. Ну а что касается первой половины вегетации, то там можно использовать любые формы азотных удобрений. Итак, давайте разберем работу этого калькулятора на примере. Первое. Когда надо сделать подкормку томата, несмотря на то, что вы заправили яму, положили туда удобрения, какие-то субстраты, органические, неорганические, различные. После высадки рассады, через 1-2 недели, после того, как она прижилась, в зависимости от состояния растений, необходимо 1-2 раза с интервалом 5-7 дней сделать подкормку с большим содержанием фосфора. Дело в том, что корни томатов и других послёновых растений довольно слабо усваивают фосфор из почвы, особенно в раннем возрасте, особенно при низких температурах, что вполне может наблюдаться весной в начале роста этих растений. Поэтому, для примера, возьмем мочевину и в качестве азотного двойной суперфосфат в качестве фосфорного и калийсульфат в качестве калийного удобрения. В этот период соотношение удобрений в подкормке должен быть 1-5 к 1. Это азот, фосфор, калий, это НПК. Поэтому выставляем вот здесь, вот в этой колоночке 1-5-1. Содержание действующих веществ списываем с пакета, с упаковки. Соответственно, вот оно вот такое на упаковках указано. Количество в одной столовой ложке я брал вот с этого сайта. На него можно перейти и посмотреть количество различных удобрений в различных мерках. Там есть и столовая ложка, и коробок, и стакан. Это довольно удобно. Соответственно, здесь еще имеется примерная доза раствора литров на одно растение. То есть, сколько надо вылить на одно растение. Естественно, тут вот сносочка есть две звездочки. Она указывает, что с учетом оптимальной концентрации веществ в растворе, при условии предварительного и последующего пролива фасады. Хватливые умы могут обратить внимание, что вот здесь вот суммарное количество удобрений, удобрений, которые надо сыпать на ведро воды, всегда не превышает 30 грамм на ведро воды. С чем это связано? Это связано с тем, что есть некий максимальный предел содержания ионов в водных растворах, которые еще не обладают повреждающим действием. При повышении этой концентрации могут наблюдаться повреждающие действия на корни, ну то есть, попросту говоря, обжигание корней. Поэтому, в зависимости от потребности растений в питательных веществах, вот здесь будет также варьироваться и количество литров на одно растение. Разумеется, если ваши растения голодные, вы на каком-то периоде их роста развития видите, что они голодны, вы готовите в любом случае вот такой вот раствор, не меняете концентрацию, потому что нам очень важны соотношения тех и иных веществ. То есть, не только количество, но и обязательно вот это соотношение, потому что от этого соотношения очень-очень много зависит. У вас может быть чуть-чуть боль, у вас может быть достаточно в почве и фосфора, и калия, и азота, но азота будет чуть-чуть больше, и растения пойдут жировать. Или если азота будет слишком много огурцов, то они начнут давать всевозможные деформации, там становиться такими крючочками, начинать расти и так далее. Поэтому, скажем, какие-то массированные аммиачные подкормки аммиаком являются достаточно сомнительным средством, потому что могут вызвать резкие дисбалансы. А вот баланс веществ чрезвычайно важен. Вот здесь он и здесь указан. Соответственно, если растение голодное, вы можете дать немножечко больше литров, чем вот эта рекомендуемая доза. Если в принципе у вас растение чувствует себя нормально, вы можете использовать вот эту дозу, или чуть-чуть меньше, вы можете ее разбавить в большем количестве воды. Пожалуйста, но очень важно, чтобы все это количество удобрений попало в растение. Ну, естественно, надо использовать те наши подсказки, которые у нас есть в видео про правильную поливу и подкормку. Итак, нужно приготовить раствор в таком случае, в котором будет почти пол чайной, пол столовой ложки мочевины, полторы столовые ложки двойного суперфосфата и 0,2 столовой ложки, то есть это четверть примерно столовой ложки калия сульфата. Если вместо калия сульфата вы будете использовать золу, то надо помнить, что количество калия в золе примерно 10%, а содержание золы в столовой ложке примерно 8 грамм. Соответственно, у вас поменяются вот эти вот соотношения. Вам нужно взять вот такое количество мочевины, вот такое количество двойного суперфосфата и вот такое количество золы. И уже использовать не 0,5 литра, а уже больше. Примерно 0,77-0,75 до 1 литра, чтобы догнать вот это количество азота, которое стало меньше по концентрации в этом ведре воды. Соответственно, надо вылить больше этого раствора. Если вы используете не двойной суперфосфат, например, а простой, я зачем пишу? Для того, чтобы не забыть, что я там хочу туда сыпать, чтобы точно помнить. У него количество действующего вещества 18%, а количество в столовой ложке 17 грамм. Ну, конечно, такие разницы 15-17 грамм не так принципиально, потому что вы все равно не отмеряете, никто не отмеряет 1,23 столовой ложки. Но, по крайней мере, вот эти вот количества надо взять. И вот обратите внимание, что количество раствора, которое вы должны вылить на растение, уже 1,33 литра. Ну, то есть уже ближе к литру. Если вы используете в этот же момент вместо мочевины и сульфат аммония, например, то в этом случае надо помнить, что количество действующего вещества в нем 21%, а количество в столовой ложке 12 грамм. Соответственно, тоже эти соотношения поменяются. И вот вам уже этого раствора надо вылить почти 1,5 литра на одно растение. Это понятно, это естественно, потому что суммарная концентрация веществ не должна превышать 30 грамм. То есть мы точно делаем раствор, который не обожжет корни. Но в связи с тем, что содержание действующих веществ в этих удобрениях низкое, самое низкое, пожалуй, из тех, которые мы можем выбрать, в таком случае количество раствора, которое мы выливаем, почти в 3 раза больше, чем если бы мы использовали мочевину, двойной, суперфосфат и соответственно сульфат калия. Здесь 46, 63, 46 и 50. Здесь 10, 15 и 20. Видите, сразу количество раствора у нас уменьшается, потому что повышается доза, доза самих действующих веществ в конечном растворе. На следующем этапе, до начала цветения, каждые 5-7 дней нам надо делать подкормки растворами, которые будут содержать одну часть азота, 0,8 фосфора, мы фосфором, в принципе, уже насытили после посадки растения, и одну часть калия. Соответственно, вот такие количества нам надо использовать удобрения, 1 столовую ложку мочевины, пол, чуть-чуть больше, чем пол столовой ложки с двойного суперфосфата и пол столовой ложки сульфата калия. Все это растворяется в ведре воды и по полу литра на растение вносится. На следующем этапе, от расцветания первого цветка до окончания роста плодов первой кисти, мы должны насыщать опять очень активно фосфором. Соответственно, доля фосфора должна быть в 6 раз больше, чем доля азота. Соответственно, мы делаем вот такой вот раствор и чуть-чуть больше, чем пол литра на одно растение вносим. И так далее. Здесь вот дальше есть и другие дозы, когда уже идет налив плодов до созревания первого плода первой кисти и дальше до окончания вегетации мы должны закармливать растение преимущественно калием. Примерно за 10 дней закончить такие подкорки, выполнять примерно каждую неделю 10 дней. Конечно, если вы вносите травяные настои, гуматы, другие удобрения, безусловно, необходимо корректировать эти дозы в сторону уменьшения одних веществ и увеличения других веществ. Но, по крайней мере, вы будете иметь представление, сколько какого удобрения сюда надо забросить. И еще я хочу сказать немного о комбинированных удобрениях. Например, о калий-монофосфате. Калий-монофосфат содержит и источник фосфора, и источник калия. Как источник фосфора, он содержит 51%, а калия содержит 34%. Это высококонцентрированное удобрение. И вот, обратите внимание, что ни при одном соотношении веществ вы никогда не получите вот здесь вот одинаковое количество. У вас все время что-то будет в избытке, там, например, фосфор или калий. То есть, если вы добавляете одно и то же удобрение, понятно, что вы не можете его добавить сперва как калий, а потом какое-то количество фосфора. Вы добавляете оба элемента одновременно. Значит, здесь две цифры должны у вас быть одинаковые. Например, 1,4 и 1,4. Вы один раз 1,4 добавили и еще раз добавили. Но получается, что никогда так не получится, потому что и здесь разные цифры, и здесь у нас всегда разные цифры. Потребности в фосфоре и в калии разные. Поэтому избыток калия еще не страшен для растений. Это как бы не беда. Он сохраняется в почве, связывается в почве и останется, так сказать, будущим поколением растений. Но вот избыток фосфора, он, конечно, нежелательен. Почему нежелательен, смотрите в наших видео. Будем рассказывать про это очень подробно. На этом я с вами прощаюсь. Вы можете скачать этот калькулятор, попробовать с ним поработать. Это первая версия этого калькулятора. Возможно, мы будем его совершенствовать. И, скорее всего, что мы будем его совершенствовать. И будем давать рекомендации в том же порядке для других растений. Вот эти, в связи с тем, что уже есть такой калькулятор. Вы можете здесь что-то варьировать в зависимости от ваших ресурсов. И будем рады выслушать какие-то замечания, пожелания по поводу интерфейса, его совершенствования. Спасибо вам большое за внимание. Пожалуйста, пользуйтесь.